всем привет сегодня мы с вами сплетем вот такую замечательную сумку для этого нам потребуется сначала отрезать отрезок который будет являться у нас ручкой он должен быть длинным это 200 сантиметров этот отрезок у меня бежевого цвета и сейчас на него я креплю отрезки их будет 18 штук по 200 сантиметров это отрезки уже того цвета который мы хотим чтобы у нас была сумка наша и это у нас будет как бы первая часть нашей сумки и еще должна будет быть такая же 2 я то есть нам на один отрезок нужно надеть 18 отрезков и на второй отрезок то есть две части сумки и потом мы их соединим крепим лицевым креплением так как я показываю на видео 18 с одной стороны и 18 другой стороны и на другую нить естественно но на видео это все будет понятно и вы увидите как это делается размеры нашей готовой сумки будут таковы что высота 24 сантиметра а ширина 29 если хотите больше то нужно нарезать больше отрезков для начала сплетем наш узор на одной части до нашей сумки мы берем 4 первых нити и как бы начинаем плести квадратный узел плоский и делаем это один раз то есть вот мы провели сделав дугу и положив нить и все и закончили на этом не закрываем его до создания вот этого нашего язычка переходим другим четырем нитям и опять проплетаем только вот один плоский узел и оставляем и так доходим до конца то есть я надеюсь что вы понимаете насколько это проще даже оказывается чем плести квадратный узел который у нас обычно не получается перекручивается а тут вы просто как бы об сложили ниточки вокруг обвели и все получился красивый узорчик и правда если вы видели эту сумку мне в историях инстаграма я думаю вы заметили что этот узор он более плотный и вообще как бы выглядит очень интересно но даже как-то покруче чем обычный квадратный узел вот смотрите на видео я сейчас проплетаю до конца да все вот эти 18 своих отрезков складываю таким вот плоским узлом и дальше я буду переходить как бы вниз плетения но уже соединять первый со вторым и у меня будет образовываться вниз такой треугольничек да потому что по бокам я не могу ни к чему пока что прикрепить потому что вторая часть у нас еще с вами не готова но вторую часть точно такую же нужно будет вам сделать самим надеть отрезки на нить 18 отрезков и потом проплести опять плоским узлом и создать тоже такую пирамидку но естественно видео это все у меня будет показано вы увидите это все сейчас я просто плиту и ускорю этот процесс на этом видео чтобы вам было побыстрее а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видите, я доплела одну и за кадром у меня уже была готова вторая Это то, что я вам говорила, вам нужно будет сделать самим точно такую же треугольную часть нашей сумочки После того, как мы сделали ее, прикрепили так же, чтобы они у нас друг под другом лежали И мы будем их скреплять тем же самым плоским узлом, то есть соединять Точно так же плетем, главное тут не ошибаться в рядах Вот смотрите, сейчас мы переходим к нашему первому ряду соединения Потом мы также пойдем с вами вниз, уже будет там два плоских узла нужно будет сделать Потом три и так далее Будьте аккуратны, следите за тем, чтобы вот четко ряды шли, как бы друг под другом Вы не переходили на какой-то другой ряд, потому что правда этот узел, пока вы еще не привыкли, он может вас спутать где-то Но я надеюсь, что вы не спутаетесь и у вас все четко и ровно получится Также, когда вы допускаете ошибку в этом узле, то она тоже видна Возможно, не сразу, но лучше проделывайте узлы, соединения, все И отходите посмотреть, лежит ли ровно наше плетение или же нет Если не лежит, то обязательно переплетайте, потому что узел довольно-таки простой, переплести его легко Я проделываю сейчас соединение с одной стороны Также мы будем проделывать с вами соединение и с другой стороны Надеюсь, с узлом у вас не возникает проблем Вот я показываю, да, я соединила И с другой стороны буду соединять точно так же, плоским узелком И здесь уже у меня проплетены как бы все вот эти ряды, которые делали треугольник Но сейчас у меня уже плотное такое полотно И что я хочу вам сказать Нам нужно будет проплести вам с вами 22 ряда Как мы считаем? Мы считаем по вот этим вот полосочкам, то есть которые у нас создают наш плоский узелок И так плетем 22 ряда Рекомендую также плести по кругу То есть первый круг, второй, третий, все остальное не переходите вниз Если сначала мы с вами создавали треугольничное такое, да, вниз То сейчас не нужно этого делать Проплетайте по кругу Тогда вы не собьетесь Продолжение следует... 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 вот надеюсь что вы понимаете с одной и с другой стороны проплетаем 5 рядов и уже как бы сбоку их не соединяем потому что будем соединять внизу нашим вот узелком другим уже для которого нам понадобится также дополнительные нити по 70 сантиметров проплели и сейчас вот вы слева можете видеть как я буду закрывать вы можете как-то по-своему придумать но я вот показываю вам что мы берем получается нити с одной стороны и с другой стороны по получается 4 не сюда у нас выходит и мы дополнительным нашим отрезком посмотрите на видео как будем делать вот такое наше плетение как бы круговое которое будет закрывать нашу сумочку получиться у нас должно с вами 9 таких столбиков и делаем это используя дополнительные нити по 70 сантиметров я уже тоже это говорил надеюсь вы поняли у нас один отрезочек будет оставаться вверх смотреть но его мы в дальнейшем отрежем и клеем универсальным можно подклеить чтобы не разошлось не распустилась ну и так обычно держится это крепление если вы плели уже то знаете это а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше нам остается подрезать наши отрезки На одном уровне или по диагонали Это уже на ваше усмотрение И еще дополнительно в этом видео Я вот вам сейчас показываю Например, если вы решили Поменять отрезок ручки То лучше делать это на этом этапе Или вам цвет Не понравился ручке Я беру другой отрезок и меняю Вот таким вот образом С помощью крючка Но я думаю, что это любой справится У меня же просто отрезок был короткий И я отрезала подлиннее того же цвета Но вам, я сказала, точно Лучше по 200 см на ручку Сейчас будем заниматься нашей ручкой И для начала Этот отрезок уже нам подходит Все, мы как бы на середине Где у нас крепится на плечо наше Будем соединять Четыре наших нити С помощью нитки и иголки Чтобы зафиксировать И середину И как бы чтобы никуда не расходились Наши нити И в то же время немножко Как бы чтобы у нас не разошлась Наша сумочка Никуда не вылезли лишние нити Далее мы поверх Этого нашего сейчас Крепления нитками Мы будем делать цепочку Из квадратных узлов И поэтому нитки можно взять любого цвета Их будет не особо видно Но лучше, конечно же, в цвет Вот, можно это не делать Но я рекомендую все же сделать Потому как это Как бы дает такое и успокоение И правда Как бы не придется потом мучиться Чтобы на середине отрезки держать И проплетать В общем, обязательно сделать лучше это Для плетения сейчас Наши ручки Мы отступим Несколько от нашей середины Где мы прошили Отрезком Около 150 сантиметров Начнем плести квадратные узлы И создавать цепочку квадратными узлами Можете посмотреть на видео Как это делается Внимательно, просто Либо если вы не умеете плести квадратный узел То лучше переходите на второе занятие онлайн курса Там я показываю и цепочку И просто квадратный узел Ну а если вы умеете плести То плетем Если вдруг у вас как бы ручка получится смещена немного Ну то есть где мы прошили не будет серединой То вот этим Вот этой цепочкой Можно будет ее пододвинуть чуть-чуть Да То есть не плетите ее очень туго Я бы так сказала Просто как бы Чтобы держались наши нити Но и не слабо И не туг Где-то средние Вот проплетаем Если мы хотим Чтобы была длиннее Наша ручка То возьмите лучше тогда Отрезок 200 сантиметров Вот этот вот оплеточный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С помощью крючка Я сейчас прячу отрезки Которые у меня остались в конце лишние Вот таким вот простым образом Можно завести за большее количество узлов А я вот немножко так проделываю Отрезаю лишнее И тем же универсальным клеем Просто подклеиваю Он у меня так держит хорошо Не оставляет никаких там белых следов Ничего Сам не остается Поэтому мне он достаточно подошел Случайно лежал дома Я его специально не покупала Если есть момент Если есть момент Воспользуйтесь им И вот сейчас Которые отрезки у нас торчат Вы можете их тоже отрезать Подклеить клеем Как бы чтобы их не было А можно сделать на концах Просто узелки И у вас получится Вот такие вот весюльчики Узелок Еще можно сделать Как я показываю на видео Это узел По-моему Носит название Капуцин Точно не буду утверждать Но это просто намотка В несколько раз Идет в самом узле И он затягивается И все Таким вот образом У нас Получилась с вами сумочка Мне будет безумно просто Интересно узнать Какая у вас она получилась Скидывайте фото в инстаграм Пишите комментарии Вообще как вам Нравится или нет Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик Чтобы получать уведомления Просто Пока-пока Буду очень ждать